МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульноржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях. Бессмертный полк прошел на центральной улице Караганды. Около 15 тысяч карагандинцев с портретами своих родственников, участников войны, приняли участие в международной акции. Акиму Карагандинской области Ерлану Кушанову вручено знамя бригады территориальной обороны. Произошло это во время боевого парада в честь Дня защитника Отечества. В Караганде за парадом на LED-экранах наблюдали тысячи карагандинцев. Ежегодно 7 мая в Караганде проходит турнир по волейболу памяти Аманбека Абдыханова. Соревнования в честь общественного деятеля организуются уже восьмой раз. Около 15 тысяч карагандинцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Карагандинцы прошлись по одной из центральных улиц города с портретами своих родственников, которые погибли на войне. Торжественное мероприятие продолжилось у мемориального комплекса «Вечный огонь». С Днем Победы карагандинцев поздравил глава региона Ерлан Кушанов. Ирина Сомова, как и тысячи других, присоединилась к колонне «Бессмертного полка», чтобы почтить память тех, кто ценой жизни приблизил Победный май. Карагандинка держит в руках портрет своего дедушки Черзорова Александра. Он воевал под Сталинградом и погиб в 1943 году. Вот он погиб в 1943 году. Ему было 31 год, получается. Его жена осталась с тремя детьми. Но так она замуж и не вышла. Но вот он героически погиб. Он был танкист. Погиб, сгорел в танке вместе со своим экипажем. Но вообще он политрук. Акция «Бессмертный полк» – это возможность отдать дань памяти погибшим на войне. Мероприятие проводится пятый год подряд. Фотографии погибших солдат в руках их потомков – доказательство того, что ничто не забыто и никто не забыт. 9 мая – особенный для нас праздник. Ведь только благодаря подвигу наших дедушек и бабушек мы имеем возможность жить в мирной стране. Я пришел на эту акцию, чтобы почтить память моего дедушки Бошая Канапияулы, который воевал с самого начала войны. В этот день меня переполняет гордость и благодарность за все то, что мы имеем. В этом году колонна «Бессмертного полка» стартовала с пересечения улиц Гоголя и Сатпаева. Далее жители города направились к мемориалу «Вечный огонь», где с поздравительной речью к карагандинцам обратился Акимобласти Ерлан Кошанов. Стоя перед вами, я хотел бы сказать и о том, как важно нам с вами продолжить дело наших отцов и сохранить мир на нашей земле. Я хочу напомнить слова главы государства о том, что наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как их подвиг. Только добротой и взаимоуважением мы сможем отдать дань памяти миллионам жертв Великой Отечественной войны. С Днём Победы, дорогие карагандинцы! С 73-й годовщиной Великой Победы участников торжественного митинга поздравила и ветеран Великой Отечественной войны Серафима Пономарёва. Пусть всем погибшим будет вечная память, а живым будет вечная слава. Я что я хочу пожелать всем? Всем хочу пожелать здоровья, благополучия, счастья, уюта, покоя в ваших домах, в ваших сердцах. Пускай ваши мужья, ваши сыновья, ваши внуки будут всегда вместе с вами, не уходят ни на какие, ни на маленькие, ни на большие войны. И самое главное, дорогие мои присутствующие, я хочу пожелать всем мира, мира в нашей стране, в которой мы живём больше 20 лет в мире согласия, благодаря нашему мудрейшему президенту. В завершении торжественного мероприятия участники возложили к мемориалу цветы. Напомним, в годы войны на фронт отправились более 60 тысяч карагандинцев. Многие из них так и не вернулись. В настоящее время на территории региона проживают всего 135 ветеранов. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Череда мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, продолжилась красочным концертом. В Парке Победы собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда и жители города. Торжественное мероприятие прошло с участием Акима Карагандинской области Ирлана Кушанова. Ярким завершением концерта стал праздничный салют. Какой секрет. Жили, жили, работали, жили. Вот и всё. Сергея воспитывали. Да, Сергей у нас, конечно, один. Мало, но негде было взять больше. Супруга ветерана Великой Отечественной войны Кулешова Александра Васильевича делится секретом долгой семейной жизни. Их браку ровно 64 года. Александр Кулешов имеет множество боевых наград. После демобилизации Александр Васильевич окончил педагогическое училище и долгие годы занимался обучением подрастающего поколения. В августе ветерану исполнится 92 года. Глава региона Ерлан Кушанов вручил ветерану подарки, цветы и пожелал долголетия и благополучия. Официально Александр Васильевич, домой к вам приехали. Поздравить, сказать спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, что внимание большое в этом году вообще приходило. Далее местные власти направились в Парк Победы, где весь день не смолкала музыка. Таланты сорорки исполнили песни военных лет для многочисленных зрителей. С первого ряда за выступлениями наблюдали виновники торжества – ветераны Великой Отечественной войны. Их в Караганде осталось чуть более ста. 9 мая, в День Победы, они пришли почтить память своих товарищей, которым не довелось дожить до этих дней. У всех, кто приложил усилия для победы над фашизмом, есть всего одно желание – чтобы жителям нашей страны не пришлось пережить суровые военные годы вновь. Я желаю, чтобы не было войны, чтобы нынешнему поколению не довелось пройти через то, что застало наше поколение. Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо. В ходе мероприятия для почетных гостей был накрыт Дастархан. Весь вечер гостей развлекали красочными музыкальными номерами. Торжественное мероприятие не только объединило всех граждан, но и подарило ветеранам войны и труда праздничное настроение. Они поздравили карагандинцев с Днем Победы и пожелали им мирного неба над головой. 73 года – это большой срок. Нам еще предстоит с размахом отметить 75-ю годовщину Великой Победы. Я хочу пожелать карагандинцам мирного неба над головой. Пусть молодое поколение будет крепким и здоровым. Ведь эту победу мы вырвали у врага зубами, чтобы наши дети смогли жить лучше, чем мы. Пусть молодое поколение, чтобы наши дети смогли жить лучше, чем мы. Концерт завершился праздничным салютом, который разукрасил небо над Парком Победы яркими цветами. Сотни карагандинцев пришли посмотреть на это зрелище целыми семьями. Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. С каждым годом все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны. Но тем ценнее становятся воспоминания каждого из них. В нашем следующем репортаже мы расскажем о кавалере Ордена Славы Третьей Степени гвардии рядовом Юрия Тихоновича Игнатове. В канун Дня Победы ветерана посетила Акима района имени Казбекби Татьяна Шатохина. Я очень рад, очень доволен, что я прошел такой тяжелый жизненный путь еще до сего времени. Вот встречаю вас, встречаю, понимаете, 73-ю годовщину, которую я, понимаете, так долго ждал. Ждал упорно. Думаю, доживу ли я до этой, понимаете, 73-ю годовщину. Ну я вот дошел. Вот поэтому рад, что вы пришли поздравить меня. Я очень счастлив. 94-летний ветеран войны Юрий Тихонович Игнатов радушно принимает гостей. В действующую армию он был призван в Осакаровском районе Карагандинской области в сентябре 1942 года. Пройдя специальную подготовку радиста, рядовой Игнатов был направлен на Северо-Западный фронт в Новгородскую область. В те дни там готовилось крупное наступление, чтобы прорвать блокаду Ленинграда. Но участвующие, это примерно в 43-м году части, в наступлении, в конце лета, в начале осени, не могли, понимаете, говорится, иметь успех, потому что очень было мощные, понимаете, оборотительные полоса. Вот. И это. Не могли. Поэтому там участвующие части не создали, понимаете, успеха. Затем были 3-й Прибалтийский фронт, Ленинградский фронт, 2-й Прибалтийский. В 1944 году командование Красной Армии подготовило 10 так называемых «сталинских ударов». Так назывался ряд крупнейших наступательных стратегических операций в Великой Отечественной войне. В двух таких ударах принимал участие и наш ветеран. Участвовав, поймаете, в освобождении Ленинградской области. С Ленинграда поймаете, освобождив Ленинградскую область, наши войска вошли в Псковскую область. Сходу город Псков не могли взять, потому что он дал большое сопротивление. И при том, этот город, он имеет историческое значение. Очень много в памяти повторений. Поэтому командование из Ленинградского фронта нас передали 2-му Прибалтийскому фронту, который готовился к прорыву обороны и выходу поймающих в Прибалтик. Гвардии рядовой Юрий Тихонович Игнатов встретил победу в Прибалтике. Но домой вернулся только в 1947 году. Его грудь украшает множество боевых наград. Среди них Орден Славы, медали за боевые заслуги и за отвагу. Командование высоко оценило мои боевые заслуги, наградив меня Орденом Отечественной 1-й степени, Орденом Славы 3-й степени, медали за отвагу, медали за боевые заслуги, медали за победу над Германией. И я получил еще 2 благодарности. Это за освобождение столицы Латвии, города Риги. И когда я демилизовался, понимаете, из армии, мне, понимаете, вручил благодарность командир дивизии Василенко, провожая меня домой. Сегодня Юрий Тихонович ведет активную общественную жизнь. Суровые годы войны не должны быть забыты, говорит ветеран. Историю жизни на войне он изложил в своих мемуарах, скрупулезно собирая архивные документы. Юрий Тихонович надеется, что когда-нибудь они будут опубликованы. Андрей Тайноман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Акиму Карагандинской области Ерлану Кушанову вручено знамя бригады территориальной обороны. Глава нашего региона вместе с Акимами остальных областей Казахстана присутствовал на боевом параде, посвященном Дню Защитника Отечества. Парад состоялся 7 мая в Южном Казахстане на полигоне 30-й военной базе «Отар». В прямом эфире за парадом наблюдали миллионы казахстанцев. Для карагандинцев мероприятие транслировали на LED-экраны. Около 3000 военнослужащих, 300 единиц вооружения и военной техники, а также около 40 летательных аппаратов. Все это было задействовано в боевом параде, посвященном Дню Защитника Отечества. Смотр принимал верховный главнокомандующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На полигоне присутствовали Акимы всех областей. Парад состоял из двух частей. В первой части Акимам были вручены знамена бригад территориальной обороны. После этого взял слово Нурсултан Назарбаев. Он подчеркнул, что в своевременных геополитических условиях Казахстан должен быть готовым ко всему. Сегодня армия Казахстана надежно стоит на страже независимости страны. Успешно содействует коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Достойно выполняет важные миротворческие функции под угидой организации объединенных наций. С момента обретения суверенитета Казахстан ведет последовательную, твердую, миролюбивую политику. Однако современные геополитические реалии обуславливают необходимость нам всегда быть готовыми ко всему. За боевым парадом наблюдали миллионы казахстанцев. Трансляция шла по всем республиканским телеканалам, а также в интернете. А для карагандинцев еще и организовали трансляцию на LED-экранах. Военнослужащие и кадеты школы Жасулан, полицейские, а также рядовые жители города внимательно наблюдали за боевым парадом. Более тысячи человек военнослужащих республиканск в карагандинском гарнизоне. Сегодня мы в прямом эфире наблюдаем, как проводится боевой парад 2018 года в 40-м базе ПГТ «Отар». Там же командует верховный главнокомандующий, наблюдает, а также министр обороны. Как проводят, нам очень понравился этот боевой парад. Боевой парад проходил на территории военной базы «Отар» в Жамбылской области. Здесь служат и наши карагандинцы, а многие об этом еще только мечтают. Среди них и будущий морской офицер Жасулановец Даниил Ерохин. Его мечта – служба во флоте на Каспийском море. Мне очень понравилось, я мотивировался, решил, что буду служить дальше, буду продвигаться по службе. Выбрал профессию я свою еще с самого детства, всегда мечтал быть военным, так как считал их эталоном мужества. Они считали, считал их всегда примером, брал пример с военных. Когда проходили люди в форме, я им постоянно восхищался. И вот после этого парада, который я наблюдал, я получил еще больше мотивации, понял, насколько мощное наше государство, хоть оно и молодое. Зрители внимательно наблюдали, как по плацу маршем проследовали 10 пеших парадных коробок, после чего состоялись военные учения. Карагандинцы остались под большим впечатлением от увиденного. Хочется поздравить всех военнослужащих, их семей, кто раньше служил, отдал долг нашей родине. С этим прекрасным праздником, чтобы процветал наш Казахстан. Здоровья всем детям, чтобы наша армия крепчалась, становилась все сильнее. Я сам являюсь бывшим военнослужащим, отслужил 8 лет в авиационной базе. Хочется передать привет всем руководству авиационной базы, пожелать им здоровья, счастья, безотказности на авиационной технике. По завершению просмотра военнослужащие и учащиеся военной школы прошлись торжественным маршем по центральной улице Караганды. Мирамгуль Салкимбаева, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В День защитника Отечества в Центральном парке состоялся традиционный фестиваль солдатской дружбы. В текущем году за призовые места боролись военные коллективы области, сотрудники полиции и студенты. Карагандинцы сумели насладиться не только патриотическими песнями, но и настоящей солдатской кашей. Фестиваль солдатской дружбы проводится в шахтерской столице с 2004 года. В этом году в ходе традиционного мероприятия на сцене Центрального парка прозвучали 30 композиций, воспевающих любовь к родине и героические подвиги солдат. Сагдана Кунагбаева – одна из тех, кто впервые принимает участие в подобном фестивале. На фестивале перед публикой Сагдана исполнила песню «Месяц май». Девушка работает медсестрой в военном лазарете и очень гордится своей профессией. Эту профессию я выбрала, потому что я люблю свою профессию. Мне нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится помогать людям и служить родине. В ходе фестиваля жители и гости города отведали солдатскую кашу, а также посетили выставку военной техники. Одним словом, программа оказалась увлекательной и насыщенной. Организаторы отмечают, что главная цель проведения фестиваля – это воспитание патриотизма у молодого поколения. Безусловно, мы преследуем цель привития чувств, воспитания патриотических чувств, привития гражданской ответственности и любви к родине. В завершении жюри наградило участников фестиваля грамотами и призами. Организаторы отметили, что несмотря на отсутствие музыкального образования, участники поразили их вокальными данными и проникновенным исполнением песен. Токжиан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде прошло традиционное открытое областное первенство по волейболу. Соревнования посвящены памяти отличника образования с Казахской ССР, почетного гражданина Жанаркинского и Абайского районов Аманбека Абдыханова. Побороться за Кубок Победителя и солидное денежное вознаграждение собрались лучшие команды районов и городов Карагандинской области, а также спортсмены из Астаны, Акмолинской области и Кыргызстана. В нынешнем году открытый областной турнир по волейболу прошел в восьмой раз. Между собой соревновались 14 команд, представляющие районы Карагандинской области, Астану и Акмолинскую область. Среди участников одна зарубежная команда из Кыргызстана. Организаторы турнира – дети Аманбека Абдиханова. Аманбек Тусубханулы, почетный гражданин Жанаркинского и Абайского районов, обладатель ордена Курмет, занимал руководящие должности в Карагандинской области. Он внес значительный вклад в процветание нашего региона. Сегодня дети и соратники вспоминают его как настоящего патриота своей страны. Аманбек Тусубханович проработал в нашем районе совсем небольшой промежуток времени, Акима-Амабайского района. Но за этот короткий промежуток времени он сделал очень многое для социально-экономического развития района и для развития физической культуры и спорта в частности. Он сам был очень хорошим спортсменом, хорошо играл в настольный теннис, бильярд, но особенно любил волейбол. Впервые турнир по волейболу провели в Шетском районе в поселке Агадырь. Организаторы собирают спортсменов со всех уголков региона. Главной целью турнира является развитие спорта в малых городах области. Организаторы отмечают, что сегодня волейбол в нашем регионе развивается большими темпами. На сегодняшний день я скажу, что волейбол в Карагандинской области у нас развивается, можно сказать, на должном уровне. У нас существуют спортивные школы, где культивируется волейбол, наши занимаются спортивные школы дети. Кроме этого у нас существует и профессиональная волейбольная команда, женская. Кроме этого, волейбол, она играет с наиболее массовым видом спорта, поэтому его также играет, соответственно, и на любительском уровне. Я думаю, в будущем волейбол станет одним из ведущих видов нашей области и будет большее количество заниматься этим прекрасным видом спорта. Каждая команда усиленно готовилась к данному турниру. Несмотря на своих сильных соперников, победу завоевали гости из Астаны. Им достался кубок и 500 тысяч тенге. Столичная команда принимает участие в турнире уже шестой год. В прошлом году они стали третьими. Но качественная подготовка, разработка новой стратегии позволила в этом году стать победителями. Про соперников очень сильный уровень. Ребята играют в нацлиги, привозят, были с Киргизии ребята, которые играют за национальную сборную. В нашей команде тоже был человек, легенда казахстанского спорта. Это Нариман Сулейменов. Он в свои 36 лет еще показывает уровень, ну и показывает, как нужно молодым расти до его уровня. Соперники очень сильные, очень сильные игроки. Все проходит на высоком уровне. Но, наверное, даже уровень проходит повыше, чем на национальном чемпионате. Поэтому большое спасибо организаторам. Еще раз спасибо всей Караганде за все. Мы очень рады, что выиграли сегодня. По итогам турнира также отмечены лучшие игроки. В следующем году организаторы намерены провести соревнования со статусом «Открытый международный турнир». Это позволит привлечь любителей волейбола из других стран. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солболстер. Субтитры подогнал «Симон»!